Решерсом фестиваль подключается интернет-решерсом. В связи с чем возникла эта идея? В связи с желанием омолодить аудиторию фестиваля? Конечно. Это первое. Во-вторых, это другая, так сказать, другая манера общения. Я думаю, что это должно придать фестивалю больше энергии. Сейчас, как вы думаете, интернет может сыграть более серьезную роль в призыве прийти в фестивальные залы, хотя, я думаю, они так будут полными, нежели... Да, печатная пресса. А не будут полными. Я просто думаю, что так как интернет на сегодняшний день наиболее мощное будораживание мыслей и желания общаться, то мы будем его пользоваться именно для того, чтобы будоражить мысли, чтобы люди желали общаться в фестивале. Я понимаю, что будет много всякой глупости, я понимаю, что там будет много чего, так сказать, в достаточной степени стебного, но я не буду. Тогда можно начать с того, что вы сейчас обратитесь к интернету аудитории? Можно начать с того, что вы сейчас обратитесь к интернету аудитории? С удовольствием. Я готов общаться, я готов слушать, я готов отвечать. Я думаю, что качество программы говорит само за себя, и по этому поводу я не испытываю никаких воздействий совести или стыда. Я призываю вас ходить в кино, а самое главное, я очень хочу, чтобы выходя из кино, вам было о чем поговорить друг с другом, или с нами, или со мной, о чем подумать, и испытать новые желания, пройти смотреть фильмы. На сегодняшний день мы очень мощно растем в стране, в отличие от выхода сибирского цирюльника, когда было 32 кинотеатра, сегодня более тысячи, поэтому это значит, что большой бизнес идет в кино. А раз большой бизнес идет в кино, значит, ему будет нужный фестиваль. Потому что фестиваль – толчковая нога, так сказать, для бизнеса. И поэтому я призываю вас смотреть кино, общаться, думать, и самое главное, не предполагать, что, посмотрев одну картину, вы уже знаете все про кино. Как нам лучше это сделать, Игорь Сергеевич? То есть вы в течение дня готовы найти 20-30 минут, чтобы... То есть мы к вам приходим с вопросами, которые за день поступили от интернета в университет? И так лучше, да? Я просто не знаю, как вы хотите технологически это делать. Это кто-то будет... Ну вот именно так. Вот именно так. Мы на вопросы, которые поступили к вам, и вы на них. Хорошо. Ну как я отвечаю им, так сказать, устно ли мы печатаем? Ну нет, в виде видеоролика, который радуется. Видеоролик, да. Отличный, очень удобный. Никита Сергеевич, а можно еще вопрос? А вы сами вот в каких отношениях с интернетом пользуетесь ли вы? Читаете ли прессы в интернете? Живой журнал, блоги? Я, к сожалению, не имею на это физического времени, потому что для меня сегодня... Вот представьтесь, вообще... Я закончил смену перезаписи очередного фильма «12» в половине четверых утра, в 7 утра я был в аэропорту. В 10 мы приземлились в Беслане, вместе с Советом при Министерстве обороны. Мы были на учениях, после этого мы пролетели 2,5 часа на вертолете по Дарьяльскому ущелью. Мы приехали в Урегаушетию, мы повернулись в Северную Осетию, в Аланию. Мы провели там совещание вместе с военными. Это был такой десант. После этого мы сели в самолёт, в 11 я пролетел в Москву и поехал на Скуги-Кольку, где-то перезаписи. В половине четвёртого я вернулся домой. Из интернета? Да, да. Потому что в это... А когда засыпаешь, то у тебя точно интернет работает. Потому что ты отдохнуть не можешь. Все видения, всё виденное, всё время мелькает. Матрица. А участие в этих учениях с чем было связано? Дело в том, что... Ну, это же самое, в общем-то, по-настоящему воюющие люди. Поэтому очень важно было понять, как живут контрактники, и вообще, что такое контрактные институты. И то, что мы увидели, это очень интересно. И вообще, выводы интересные. Вот, кстати говоря, из-за очень многих общественных нагрузок там, так сказать, очень много формальных. А вот это такое живое дело в том смысле, что вот видишь конкретных людей, которые занимаются конкретным делом. Когда ты видишь эту огневую мощь, и когда ты представляешь себе, как же ужасно оказаться по ту сторону ствола, ты понимаешь, какая ответственность за тебя на эту команду. И на тех, кто и на команду. Я вам должен сказать, что это, в общем, выглядит так достаточно пафосно и как бы по-государственному. Но я вам должен сказать, что верно говорят те, кто считают, что если ты не будешь уважать и кормить свою армию, тебе придется уважать и кормить чужих. Поэтому в этом смысле я считаю, что мы правильное дело. То есть вы туда летали не как рюксер Михалкова, а как... Нет, 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 как председатель Совета при Рюксер. Да, при Советах при Рюксер. Да, при Советах при Рюксерах. Спасибо. Увидимся завтра. Да, надеюсь. А мы будем в одно и то же время, да, все честно? Вот это было бы замечательно.